Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Морозов Владимир Михайлович, проректор по кадровой политике МГИМО. Сегодня мы совместно с проректором по социальной работе и молодежной политике Станиславом Игоревичем Суровцевым проведем для вас короткое совещание по вопросу грантов президента Российской Федерации. Я приветствую бакалавров и магистров первого курса, с которыми мы проводим ежегодно соответствующее совещание, посвященное техническим вопросам, которые сопровождают этот процесс. Несколько слов хотел бы сказать о программе грантов президента Российской Федерации и нашем университете. МГИМО является одним из лидирующих вузов в стране с точки зрения количества победителей и призеров всероссийских олимпиад, а победители и призеры всероссийских олимпиад автоматически становятся претендентами на получение грантов президента России. По количеству заключенных договоров в процентном соотношении МГИМО находится на первом месте среди российских вузов сегодня. Начиная с 2015 года управление по работе со студентами-выпускниками МГИМО ведет планомерную работу по взаимодействию с фондом «Талант и успех» в рамках программы грантов президента России. Ежегодно для наших грантополучателей проводятся собрания, на которых их информируют об условиях участия в президентской программе, перечне документов, особенностях заключения договора на получение гранта, программах ранних стажировок и многих других вопросов. Сотрудники управления следят за успеваемостью студентов, своевременно информируют фонд «Талант и успех» об отчисленных или ушедших в академический отпуск грантополучателях. В целях карьерного и профессионального ориентирования для получателей грантов предусмотрена система ранних производственных практик. В настоящий момент в нашем университете обучаются почти 13% от общего числа участников программы президентских грантов по всей стране. По количеству получателей грантов наш университет входит в тройку российских вузов, уступая лишь таким крупным университетам, как Московский университет и высшая школа экономики. Несколько слов о самом гранте. Грант составляет 20 тысяч рублей в месяц. Как я уже сказал, право на получение гранта появляется у вновь поступивших студентов первого курса как бакалавриата и с этого года магистратуры. Гранты выплачиваются на протяжении всего времени обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Однако здесь есть некоторые особенности, о которых я хотел бы сказать. За что получает студент грант, какая отчетность предусмотрена по гранту, какая роль университета в сопровождении этого процесса. Одним из главных обязательств получателя денежной выплаты является осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Это основополагающее положение этого договора, которое заключается между студентом фондом «Талант и успех» и университетом. Хотел бы сделать некоторые пояснения, что в предыдущие годы срок этого договора об обязательной работе на территории Российской Федерации после окончания вуза составлял три года. И отработать надо было как в российских государственных учреждениях, российских коммерческих компаниях или также зарубежных коммерческих компаниях, которые работают на территории Российской Федерации. Как работает университет с грантополучателями с точки зрения отчетности? Ежегодно наши студенты, которые получают грант, должны подтверждать право на дальнейшую его получение. Для этого они должны успешно проходить промежуточную аттестацию, то есть сессии раз в полгода, без образования академической задолженности. Это главное условие при прохождении сессии. А также иметь достижения в научно-исследовательской работе. Это публикации, дипломы, которые студент может представить по результатам участия в конференциях, круглых столах, олимпиад и так далее. Вся эта отчетность ежегодно направляется университетом в фонд талант и успех, тем самым подтверждая право студента, который уже получает грант, на продление этого гранта на следующий год. Теперь я бы хотел остановиться на некоторых технических аспектах, которые будут после нашего выступления опубликованы на сайте университета. Это пошаговая инструкция. Но хотел бы сразу обратить внимание на несколько вопросов. Первое, что студенты, которые претендуют на получение грантов президента Российской Федерации, должны найти свои данные в списке претендентов на сайте grantypresidenta.rf. Это самое главное. Затем студентам следует проверить правильность указанных в списке данных. Внимательно отнеситесь к этому пункту. И при необходимости их корректировки нужно обратиться непосредственно к оператору по адресу grantsobakatalantyuspeh.ru. Еще раз напоминаю, все адреса будут указаны на сайте нашего университета. Затем следует пройти регистрацию, заполнить элитационную форму, прикрепить электронный скан копий документов, подтверждающих. Полный комплект документов тоже вывешен на сайте talentyuspeh.ru. Что важно сейчас знать? То, что копию приказа или выписка из приказа о зачислении в наш университет предоставляется деканатом факультета или института. Справка образовательной организации тоже представляется деканатом. Копия учебного плана, который требуется тоже для соответствующей заявки на получение грант, тоже представляет деканат. Договор в согласии на обработку персональных данных и согласии законного представителя на заключение договора формируется автоматически после успешного прохождения регистрации в личном кабинете на сайте по грантам. Обращаю ваше внимание, что в этом году впервые фонд «Талант и успех» проводит дистанционное заполнение договоров. Если раньше ваши коллеги, поступившие в предыдущие годы, имевшие право на получение грантов президента, приходили в университет очно, обращались в управление и участвовали сами в процессе заполнения этого договора, считывали данные, то сегодня ввиду обстановки эпидемиологической фонд «Талант и успех» проводит эту работу дистанционно. Поэтому каждый претендент на грант президента обязательно должен самостоятельно заходить на сайт, корректировать свои данные и заниматься заполнением соответствующего договора. Я думаю, что все технические вопросы мы более конкретно пропишем на сайте МГИМО в соответствующем разделе. Будет дана ссылка в новости на сайте университета на пошаговую инструкцию, о которой я только что говорил. И все технические вопросы, конечно, сопровождаются управлением по работе с студентами-выпускниками. Заместитель начальника управления Иван Сергеевич Александровский, который курирует этот вопрос, всегда будет готов ответить письменно или устно на ваши вопросы. Сейчас я бы хотел передать слово проректору по социальной работе и молодежной политике Станиславу Игоревичу Суровцеву, потому что вопрос получения грантов и сопровождения грантопоучателей это не только вопрос технического получения денег и подтверждения права на получение гранта на следующий год, но и в целом комплексный вопрос социального сопровождения студентов. Станислав Игоревич, вам слово. Да, спасибо, Владимир Михайлович. Добрый день, дорогие друзья. Как абсолютно справедливо отметил Владимир Михайлович, обучение в университете МГИМО это не только академический процесс, безусловно требующий чрезвычайно серьезного погружения в наши отраслевые дисциплины, в изучение иностранных языков. Это, конечно же, и большой внеаудиторный блок, который у нас ориентирован во многом и на такую важную категорию, как первокурсники. Обращаюсь в первую очередь к первокурсникам бакалавриата, который смотрит наше обращение. Ну, конечно, к первокурсникам магистратуры, да, для них тоже есть масса интересных форматов. Мы стараемся комплексно подходить, несмотря на дистанционный процесс, с которым столкнулись каждый из вас в этом году и достаточно гибко адаптировались к сначала гибридному формату обучения, потом и к полному дистанту. И во внеаудиторной сфере, в сфере студенческих проектов и мероприятий мы постарались также перевести почти все наши проектные направления в дистанционный формат. И нам приятно, что вы вовлечены в эти направления. Хотелось бы о них еще раз сейчас вкратце упомянуть для того, чтобы каждый из вас мог выбрать что-то интересное и для себя важное. Это, конечно же, наше спортивное направление. В этом году оно получило очень серьезный импульс развития. И мы провели уже несколько мероприятий. В следующем семестре с удовольствием пригласим вас на наше новое направление. Это марафон, это фитнес-марафон, Health and Fitness Week, который мы проводим с сетью фитнес-клубов World Class. Новый, уникальный. Вообще среди университетской среды мы впервые проводим это. Это онлайн-гибридные оффлайн-тренировки. Совершенно бесплатное участие для каждого студента. Приглашаем вас, потому что особенно в дистанте чрезвычайно важно сочетать интенсивную учебу с поддержанием формы и сохранением своего здоровья. Это тоже действительно важно. У нас продолжает интенсивно работать и творческое направление. Все студии культурного центра, их у нас 12, работают в дистанционном формате. И продолжат свою работу в следующем семестре. Поэтому каждый из вас может также найти для себя возможность и попробовать себя в творчестве. А если вы уже профессионально владеете каким-то направлением, вы профессионально поете, либо у вас занимаетесь танцами, либо у вас есть еще какие-то увлечения, то все те направления наших творческих студий, они с удовольствием примут вас и с удовольствием включат вас в те проекты и мероприятия, которые у нас проходят в дистанции. Более 10 концертов мы уже выпустили в формате стримов на YouTube-канале нашего университета и в социальных сетях. Приятно, что вы продолжаете участвовать в них. Битва факультетов — наше основное мероприятие для первокурсников. Все факультеты, команды каждого факультета были представлены. И в следующем семестре, конечно же, целая серия и онлайн-концертов, и стримов. Ну и мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам проводить и с соблюдением всех норм, и уже с вашим присутствием в качестве зрителей или в качестве участников на сцене нашего культурного центра. Нам приятно, что многие из вас стали участниками осеннего старостата для первокурсников, который начался с гибридного приветствия нашего уважаемого ректора Антона Васильевича Таркунова. Впервые за 30 старостатов, которые проходили последние несколько лет, открыт он был ректором университета, и действительно в этом плане нам с вами повезло. И, конечно же, несмотря на то, что старостат проходил в таком совмещенном онлайн-офлайн формате, без выезда, как это бывает всегда для всех первокурсников на уикенд в один из загородных отелей, где проходит несколько таких тренинговых сессий, и где действительно происходит очень правильное осознание всех тех корпоративных МГИМовских ценностей, которыми и славятся наши студенты и выпускники, мы планируем все-таки провести такой офлайн-выезд для первокурсников в следующем семестре, как только нам позволит эпидемиологическая ситуация, и в обязательном порядке будем рады пригласить на это выездное мероприятие и вас. Ну и в заключении хотел бы сказать, что дистанционный формат обучения, он стимулирует развитие студенческих цифровых сервисов, на которые мы также делаем большой акцент вместе с нашей дирекцией информационных технологий, и нам приятно, что мы получаем обратную связь от вас по работе личного кабинета. Действительно, за эти полгода внедрено очень много инновационных решений, которых нет в других вузах. Мы, например, в этом году принимали документы на получение материальной помощи от студентов через личный кабинет. Это достаточно упрощенная процедура, которая позволяет в одном окне прикрепить все необходимые документы, получить сразу обратную связь. Запустили также массу других студенческих сервисов на площадке личного кабинета. Приятно, что вы ими пользуетесь. То есть те доработки, на которые вы обращаете наше внимание, наши коллеги из дирекции и их партнеры стараются в оперативном порядке устранить, мы общими усилиями можем сделать нашу такую многокомпонентную цифровую экосистему, университетскую, действительно гораздо лучше. Ну и сейчас это как раз тот момент, когда у нас это действительно получается общими усилиями. Дорогие друзья, я бы хотел напомнить еще также вам, что в университете работает и в том числе в дистанционном формате медико-психологический центр на базе нашей поликлиники университета. И профессиональные психологи готовы в любое удобное для вас время встретиться с вами либо в дистанте, либо оффлайн и проконсультировать вас по любым вопросам, которые возникают у вас в вашей учебной, семейной жизни, по вопросам, может быть, каким-то социально-бытового характера. Это действительно абсолютно компетентные, профессиональные, конфиденциально работающие специалисты. Мы приглашаем вас, если у вас есть такая необходимость на общение с этими людьми. И я уверен, что многие вопросы, которые возникают у вас, и с которыми у вас не получается справиться самостоятельно, вам помогут компетентные специалисты разрешить. Ну и, конечно же, мы всегда открыты, как представитель руководства МГИМО и Владимир Михайлович, и я, как проектокурирующий работу с студенчеством, и советник ректора, который отвечает тоже за смежное направление, Игорь Александрович Логинов, мы всегда готовы лично, либо в дистантном формате, как мы делаем это сейчас, в формате видеообращения, к вам проконсультировать и ответить на все возникающие вопросы, и посодействовать в разрешении любых спорных ситуаций. Уважаемые студенты первого курса бакалавриата и магистратуры, я хочу еще раз вас поздравить с тем, что вы поступили в МГИМО. Хотел бы обратить внимание, что вы должны быть более активны в вопросах определения вашей будущей судьбы. То, что вы являетесь претендентами на получение грантов президента, это вопрос престижа не только вашего личного, но и всего МГИМО. Мы очень надеемся, что вы активно будете обращаться к вопросу заключения договора с фондом «Таланты и успех» на получение гранта президента. Университет, в свою очередь, делает все возможное для того, чтобы обеспечить вам развитие с точки зрения учебы, науки, социальной жизни и психологического сопровождения. Спасибо. 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 Спасибо.